Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа – «Синий пастернак». Беседа с писателем, историком литературы Вадимом Перельмутером. Начнём с другой темы. Воспоминания о свободном ветре. Итальянские учёные о голосах из СССР. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Сегодня я хотел рассказать нашим слушателям о новой инициативе. Подчеркну академической инициативе, о новом портале, который называется «Свободные голоса из СССР». Портал преимущественно на итальянском и на английском, но есть кое-какие вкрапления на русском языке. Мне показалось это важным явлением и соответствующим, дорогой Иван Никитич, общему смыслу вашей деятельности, то есть поверх барьеров. Это не только голоса свободы из СССР, но, как заявили авторы портала, отклик на них. То есть как их воспринимали и воспринимают до сих пор в Италии, что происходит в этой сфере. Повторю, преимущественно научно-академическим. Вещь совершенно новая. Я о ней узнал на одной конференции, университетской конференции в Венеции, в Кафоскаре. Это было весной прошлого года. И один из создателей нового портала презентовал его собравшейся публике. Я, конечно, слушал все с интересом, заодно усваивал эту новую для меня интернетовскую терминологию, уяснил отличия между сайтом, у меня есть свой собственный сайт, русская Италия, и порталом. Но условие портала, конечно, заложено на нечто более могучее, более интерактивное и прочее, прочее. И так он официально называется именно портал. По-итальянски его название основное – «Voci liberi in urs» название я уже перевел. Есть подзаголовок, который я сразу перевожу, он длинный. Это «Независимые литература, искусство и мысль в СССР и эхо на Западе». Причем эхо во множественном числе, это, по-моему, совершенно невозможно перевести. Ну, скажем так, резонанс. Сайт очень интересный, по которому действительно можно путешествовать туда-сюда. И начнем с хронолог, обозначенный его создателями. Это 1953-1991 год. Ну, 1991 год, понятно, это конец, официальный конец, как мы сейчас понимаем. Это еще не был конец Советского Союза. Почему 1953? Откроем, собственно, раздел «Хронология». И сразу поясню, что сайт создавали филологи, литературоведы, словисты. Поэтому здесь, может быть, для человека не связаны напрямую с филологией некие такие странные сопоставления, казалось бы, совершенно разновесных событий. Итак, 1953 год. Ну, все-таки, наверное, вы уже догадались, это смерть Сталина. И постепенно это направление к знаменитой оттепели. Поэтому, собственно, здесь вот то самое сопоставление литературы и огромных политических событий. То есть 5 марта смерть Сталина. А в октябре, в 10 номере журнала «Знамя» выходит статья Эренбурга о работе писателя, которая вот считается, по крайней мере, авторами этого портала, неким таким вот началом движения. Я не буду пересказывать, конечно, всю хронологию достаточно обширную и двинусь к последней дате 1991 года. Тоже меня удивившее сопоставление. В одной колонке 26 декабря распад Советского Союза, а несколькими строчками выше опубликован первый сборник Ольги Седоковой «Китайское путешествие с тела и надписи. Старые песни». И, собственно, по всему этому порталу, по разделе хронологии, тут важны для его создателей вот это сопоставление, перекличка, казалось бы, несопоставимых вещей. Ну, скажем, вот я случайно сейчас закрываю этот раздел. Посмотрю, 89-й год. Синявский возвращается в СССР. Впервые опубликован архипелаг ГУЛАГ. И 1 марта закрытие кафе «Сайгон». Ну, я участвовал тогда активно в ленинградской жизни. И это не означало прекращение вольницы сайгонской. Наоборот, мне кажется, что в этот момент сайгонская публика вышла на более широкие ленинградские просторы. Итак, это хронология. Ну, наверное, сначала надо было рассказать о том, кто делает этот сайт. Это действительно очень могучая академическая кучка. Имена многим знакомы. И открываю раздел, который называется по-итальянски «Кисьямо». «Кто мы» по-русски. «Баутас» по-английски. И два главных создателя его – это Клаудия Пьералли из Флоренции, словистка, профессор словистики. И Маркуса Батинни, профессор словистики из Пизанского университета. Поэтому на портале и стоят два логотипа таких вот необыкновенно уважаемых академических учреждений, как Флорентийский и Пизанский университет. Идет список научного комитета. Для меня очень, конечно, многие знакомы. Здесь присутствуют, в первую очередь, итальянцы, которых я давно уже хорошо знаю по публикациям, встречам и личному общению. Это Марио Карамити из Римского университета Сепиенца. Это Александро Ньеро из Болонии. Валентина Паризи, которая написала диссертацию, затем выпустила толстую книгу о сам издате, очень хорошо проработанную, с интересным названием. Требовательный читатель. Я перевожу книгу на итальянском языке. Что касается итальянцев, есть еще, конечно, имена. Мы в Италии. А из иностранцев, я имею в виду иностранцев для итальянских жителей, это Жозефина фон Цицевиц из Оксфорда. И я с ней тоже не раз встречался. Она особенно глубоко занимается русской независимой, подчеркнует, религиозной поэзией 80-х, 90-х годов. И автор книг, именно посвященный этой ипостаси, независимой литературе. В частности, большой специалист по Ахапкину Олегу, с которым я тоже был неплохо лично знаком. И автор, естественно, Жозефина многих книг о нем. Это Яша Клотц. Я, кстати, с ним познакомился на той венецианской конференции, когда презентовался портал. Но потом увидел, Иван Никитич, что вы его приглашали и на студию тоже. Это так? Да, совершенно верно. Яков Клотц или Яша Клотц, как он подписывает свои работы. Это доцент Хантер Колледжа в Нью-Йорке, одного из самых известных университетов. Яша Клотц выбрал, нашел, определил для себя интереснейшую тему. Историю там из дата. То есть, историю тех книг, которые издавались в годы Холодной войны. Если говорить так приблизительно, под там из дата можно понимать и что-то другое. И так далее. Но в целом, вот это не противоречащее определение книг, выпущенные на Западе в годы Холодной войны. Книги, которые не могли быть напечатаны в СССР. Дело в том, что на Западе, конечно, издавались и в 50-е, и в 60-е, и в другие годы советские авторы, которые благополучно сидели во всех советских комитетах и редакциях. Просто это была пропагандистская, это была такая пиар-акция советского руководства или там каких-то советских всевозможных комитетов. Издавать там и Валентина Катаева, и прочих Симонова, там, совершенно разрешенных авторов. Просто были заграничные издания на русском, между прочим, языке. Мало того, что там переводы, понятно, что переводы были, но на русском языке выпускались эти книги за границей. Но имеются в виду, конечно, книги невозможные ни для печати, ни для провоза в СССР. И, тем не менее, их везли, их читали, и это вот и был, так сказать, классический там издат. То есть изданная на Западе в типографской, прекрасной, легко читаемой форме, с изящными. Иногда. А иногда нет. Обложками сам издатской литературы. Ну и к тому же это, конечно, были эмигрантские авторы, которые никогда в Советском Союзе не были, ничего не посылали. Какой-нибудь Набоков тоже относился к там издату в свои 50-е, 60-е и 70-е годы. И вот Яков Клотц придумал вот это вот направление. Казалось бы, о там издате написана целая библиотека. А вот такого направления с конкретным изучением, с подробностями, с биографиями, с библиографиями, с конференциями. А в тот день, когда мы с вами записываем эту нашу программу, идёт первый аукцион там издата в Нью-Йорке. Онлайн он идёт, и он привлёк большое количество авторов, больше 300 книг, 100 авторов. Каждый из которых подписал свою книгу, сделал такую дарственную надпись. И все средства идут в пользу украинских, российских и белорусских студентов, о которых меньше всего позаботился мир. Потому что об учёных, уже составивших в науке своё имя, понятно, что заботятся. Они могут найти какую-то достойную работу, какой-то грант получить и так далее. А студенты, ещё ничего не сделавшие в науке, в гуманитарных областях, они, безусловно, нуждаются. И вот благодаря стараниям Якова Клотца, вот эта программа будет осуществлена, она уже институализирована. То есть о нём знают. И Радио Свобода, конечно, чуть-чуть поучаствовала тоже в этом хэппенинге. Опубликовала новость об этом на первой странице с картинкой и так далее. Простите, что так долго отвечаю на ваш вопрос, но я подхватываю вашу мысль о том, что в этот комитет, этого портала входят действительно люди активные, известные и достойные. Спасибо, спасибо, Иван Никитич, за рассказ. Конечно, есть смысл для меня лично ещё раз посмотреть то интервью и ознакомиться с этим новым и многообещающим направлением. И вы, по сути дела, пересказали содержание рубрик нашего итальянского портала, потому что одна из его рубрик так и называется «Там из дат». Я думаю, она и подстроена под это новое исследовательское направление Якова или Яши Клотца. В этих рубриках, я думаю, для нас как раз более интересен этот отклик, это эхо на Западе по множественному числе. Помимо большой страницы «Там из дат» есть ещё две очень серьёзных и быстро насыщающихся рубрики. Одна из них, ну так я вольно перевожу, потому что, повторю, сам портал на итальянском и английском, называется «Особые случаи». То есть особые случаи вот этих свободных голосов. Ну и, конечно, в преамбуле к этой рубрике даны два самых особых случаев, которые вошли в историю мировой литературы. Это хорошо известный вам случай с доктором Живаго. И тут, пожалуй, Иван Никитич, я не буду вас спрашивать в этом случае, потому что боюсь, что вы просто будете часами рассказывать, что произошло после публикации Фильтринелли. И, конечно, Солженицын «Архипелаг Гулаг». Это просто данные вот такие два наиболее громких, громчайших случаев. И, наконец, третья рубрика вот этой секции «Отклики», «Резонанс», «Эхо». Это наиболее, я думаю, интересный в данном случае итальянский «Отклик», а именно итальянское издательство, итальянская издательская практика, критика в литературном смысле и разного рода другие случаи, связанные именно с итальянским читателем советского, самоиздата советской вольной литературы. Все это очень быстро насыщается. Насыщается и следующая рубрика – «Персоны». То есть кто именно, кто выходит на первый план. Ну и, конечно, русские имена всем известны, и я не буду их снова перечислять. Но думаю, что для нашего слушателя будет интересно ознакомиться с именно итальянскими исследователями, литераторами, филологами, которые донесли вот эти свободные голоса до итальянского читателя. Они до сих пор еще малоизвестны у нас в нашей отечественной среде. Сейчас я просто назову их имена, а каждым из них можно делать просто отдельную программу, потому что эти люди действительно представляли целые интеллектуальные миры, благодаря их влиянию, связям, активности. Просто назову имена. Это Франко Фортини, это Серджо Рапетти, Пьеру Синати, просто так на будущее, Джан Карло Вигорелли. Ну и, пожалуй, человек, которого все-таки мы хорошо знаем, это Витторио Страда, благодаря которому все-таки многие рукопись, несмотря на его изначально левое такое официальное положение, все-таки попали на Запад, и он стал все-таки видным вот этим представителем сообщения свободной литературы с Западом и одновременно с академическим уклоном. Про Витторио Страда, конечно, много рассказывалось и публиковалось. Может быть, мы когда-нибудь вспомним о нем особенно. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Воспоминания о свободном ветре». Итальянские ученые о голосах из СССР. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а не проясните ли вы историю и содержание той самой фотографии, которая украшает заглавную страницу вот этого портала? Там, по крайней мере, опознается один всем известный человек. Это герой второй литературы, второй культуры, нонконформист Виктор Кривулин, ленинградский поэт. А что это за фотография? Кто ее обнаружил, кто ее напечатал? И сопровождается ли она каким бы то ни было комментарием? Да, вы подошли вот к самому интересному, по крайней мере, для меня. Когда в Венеции, в Кафоскаре, Марко Саботини показывал на огромной стене, в огромном зале, на фоне Большого канала свой портал, я просто обомлел. Это фотография одного ленинградского события 1888 года. Где, ну так, в полоборота, плечом, на заднем плане, за Виктором Кривулиным, стоят ведущие того события, того митинга, Елена Зелинская и ваш покорный слуга. Я подошел после окончания доклада Марка Саботини, после презентации этого портала, и сказал, дорогой Марко, «А вы знаете, что на этой фотографии, собственно, я изображен, попал в этот исторический кадр?» Он, конечно, страшно поразился, прожило уже много времени, и уже борода отросла, и прочие виды изменения. Но, тем не менее, некоторый сходств угадывается. Он, естественно, обрадовался, говорит, «Михаил, вы должны обязательно написать историю этой фотографии. Что, где, когда, почему?» Я, естественно, согласился, написал, скажем так, достаточно быстро. Но мой очерк вышел только что в январе текущего года. Академическая фундаментальная наука движется долго. Поэтому пока Марко переводил, пока он согласовывал со мной свой перевод, пока я уточнял и показал свой текст другим участникам того митинга, прошло время, и, наконец, в первую очередь итальянский текст выложен, но можно скачать, повторю, это не основной контент, можно скачать и PDF, где есть и русский текст вот этого моего мемуарного небольшого очерка, который называется «История одной фотографии». Итак, мой очерк написан по просьбе Марка Саботини для нового академического портала, и должен пояснить нашим слушателям, что этот текст я писал для итальянцев. Поэтому некоторые вещи, которые, можно сказать, само собой разумеющимися и очевидными, я все-таки, как сейчас говорят, озвучил. История одной фотографии. Весь тот вечер 14 июня 1988 года я чувствовал, что на моих глазах происходит историческое событие. «Несколько часов передо мной стояла толпа людей, которая в полной тишине слушала других людей, поступавших со сцены. Тишина слушавшей толпы не обманывала. Люди, собравшиеся тогда в Юсуповском саду в Ленинграде, как говорится, затаили дыхание. Сам я стоял на сцене летней концертной площадки и вместе с Еленой Зелинской вёл массовый митинг, посвящённый жертвам политических репрессий. Действительно, с той сцены в Юсуповском саду в тот вечер звучали слова, которые прежде открыто не звучали, а произносили их люди, которым раньше не разрешали говорить публично. Нам с Еленой довелось вести тот исторический митинг. Называть имена выступавших, как-то связывать темы, комментировать. Думаю, что митинг длился часа три. Но когда мы решили закрыть его, посчитав аудиторию уставшей, то почувствовали, что люди готовы были слушать ещё и ещё. Шёл разгар белых ночей. В десять часов вечера было совсем светло. И это усиливало впечатление, что расходиться было рано. И действительно, там и сям, в Юсуповском саду, собирались кучки людей, которые при странном ночном свете обсуждали услышанное. Теперь этот вечер считается официальной датой основания Ленинградского-Петербургского общества-мемориал. Спустя 30 лет, 14 июня 2018 года, участники того митинга собрались вновь в Юсуповском саду. Но их было совсем мало. Не только потому, что многие уже ушли из земной жизни. Не было на этом митинге и меня с Еленой Зелинской. Оба мы последние годы живём уже вне Новой России. Тогда, в 88-м году, на третьем году перестройки говорилось о репрессиях государства против собственного народа. Нельзя сказать, чтобы эта тема совсем уже была закрыта в СССР. Но, начиная с 70-х годов, на неё набросили плотную вуаль забвения. А разоблачения Солженицына и других были признаны антисоветскими, опасными и, следовательно, наказуемыми. Про чудовищный террор 37-38-го годов и гибель миллионов людей расплывчато говорилось, как о неком культе личности. Ими личности при этом не называлось. Перестройку, когда власти весьма осторожно приоткрывали запрещенное прежде пространство, сведения о большом терроре постепенно становились достоянием широкой публики. Для большинства это звучало, как некое откровение. Но не для меня. Мой отец имел странное увлечение. Он собирал материалы о сталинских репрессиях. Среди этих материалов были машинописные, например, ставшие потом очень известным письмо Фёдора Раскольникова к Сталину. Были печатные книги о ГУЛАГе, которые вышли во время хрущевских разоблачений, но потом были изъяты из библиотек. Отец не показывал эти книги. Были, наконец, результаты его собственных изысканий. Списки, карточки. Меня, помнится, поражал групповой фотопортрет членов советского правительства, а может, Центрального комитета Компартии, что, в общем-то, одно и то же. В 20-х годах над казнёнными мой отец расставил, аккуратно расставил траурные крестики. И без этой отметки оставалось всего лишь несколько голов. И все эти материалы по репрессиям мой отец прятал во вторых рядах книжного шкафа за забраниями сочинений русских классиков. Так что наши гости ничего не видели. В 87-м году, к 50-летию начала Большого террора, о репрессиях стали говорить чаще. Тематика советской масс-медиа менялась. Стали меняться и люди. На моих глазах соотечественники раскрепощались. Раскрепощался и я. Я уже как год работал в Советском фонде культуры, который возглавлял академик Лихачёв вместе с фэст-лейди Раисой Горбачёвой. В кабинеты фонда, ставшего некой альтернативой костному министерству культуры, приходили самые разные посетители. В Ленинграде составляли эту основу люди из бывшего андеграунда. Слово, на мой взгляд, тогда ещё не использовалось. Сам издатчики, диссиденты, художники-авангардисты. Со многими из них я уже был знаком, посещая клуб 81, известный клуб писателей-нонконформистов. По-моему, это слово они тоже тогда не использовали. И в первую очередь среди них выдавался поэт Виктор Кривулин, у которого обнаружился общественный темперамент. Он внимательно следил за нашим движением по охране, спасению городских памятников. А для меня он и сам был одушевлённым памятником петербургской культуры. Именно Виктор Кривулин, возможно, впервые в жизни выступавший перед огромной толпой горожан, и попал в центр той фотографии. Да, Марка Саботинин сказал, что он выбрал эту фотографию. Для него очень важную. Поэт, сам издатчик, видно, что человек из-под поля, стоит перед совершенно такой ленинградской, достаточно молодой публикой. В фонд культуры приходили и известные горожане, которые не пребывали в андеграунде, но считали нужным участвовать в общественных преобразованиях, которые тогда называли демократическими. Замечу в скобках, что сейчас, по-моему, в русском обиходе это слово тоже уже не употребляется. Помню историков Глеба Лебедева и Дмитрия Мачинского, литераторов Нину Каттерли и Самуила Лурье. Его все называли сами. Все они потом вышли на сцену в Юшоповском саду. Елена Зелинская, мой близкий друг, публицист, писатель, создала свой собственный общественный круг объединения «Эпицентр». И в нем выделялись художник Юлия Рыбаков, впоследствии депутат Госдумы, эколог Петр Кожевников. Они тоже были среди организаторов того вечера. Выступления не могли обойтись без жертв репрессий наших современников, совсем недавно сидевших за свои убеждения в ГУЛАГе. Это был уже покойный Вениамин, как его все звали, Веня и Йоффе, и Вячеслав Слава Долинин. И эти двое были среди главных инициаторов митинга. Потом оба стали видными деятелями мемориала. Работа в фонде культуры, мне лично, давала еще одну ценную и необычную возможность. Писать заявки городским властям на разрешение митингов. Это было абсолютным новшеством для советской действительности. Следовало на официальном бланке организации, в данном случае фонд культуры, заявить тему митинга, место его проведения, предполагаемое число участников. Сколько их замечу, что иногда мы неформалы, как мы тогда себя называли, развлекались. Мы писали совершенно абсурдные темы. На хороших официальных бланках изъявляли предполагаемое число участников 30 тысяч. Это совершенно немыслимые цифры. И ждали реакции властей, которые должны были, согласно правилам перестройки, официальным образом нам ответить. Но в данном случае, конечно, все было серьезно. И фонд культуры, благодаря Лихачевой и Горбачевой, пользовался уважением у властей. И такие разрешения я не раз получал. Получил я его и в этот раз. Мы хотели создать какой-то душевный настрой на митинг. И в самом начале вечера из динамиков раздались гитарные аккорды и слова. Облака плывут в обокам, не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века. Ну и объявлять нам с Леной, что звучала песня Барда и Сидента Галича, было не надо. Собравшиеся знали, конечно, его хриплый голос, знали трагическую шульбу. Елена Зелинская на открытии митинга несколько раз повторила крылатую фразу «Пепел Клааса стучит в мое сердце». Эти слова принадлежали герою фламандского эпоса Тилю Линшпигелю, мстившему за смерть отца Клааса, сожженного испанской инквизиции. Надо сказать, что эту фразу я написал для итальянского читателя. Странным образом в Италии этот текст совсем неизвестен, в отличие от нашей русской и советской литературной действительности. «Пепел Клааса стучал не только в сердце Елены. Об этом говорила и филолог Марина Жонова, дочь любимца советской публики, народного артиста СССР Георгия Жонова. Он 17 лет провел в сталинских лагерях и ссылках. Очень хорошо помню, как начал свое выступление Саня Лурие. Он сказал так, чуть сгорбленный, хорошо помнил фигуру. «Я вот стою перед вами и боюсь, боюсь, что мне вот за это мое выступление сделают плохо». И мы, собравшиеся, физически чувствовали его боязнь. И его вот эту публичную борьбу с боязнью. Знаменитая чеховская «выдавливать по капле себя рабам» происходила у нас на глазах. Боялись ли мы собравшиеся, боялся ли я лично, пожалуй, в тот вечер нет. Я чувствовал, что вместе с Саней Лурие и люди, слушавшие его, переставали бояться. К концу митинга со сцены под аплодисменты было объявлено о создании Ленинградского мемориала. Над нами в тот вечер начинал речь восхитительный ветер свободы. И тогда вот ту белую июньскую ночь 88-го года нам в Юсуповском саду казалось, что теперь этот ветер свободы никогда не стихнет. Воспоминания о свободном ветре. Итальянские ученые о голосах из СССР. Моим собеседником был историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Синий пастернак. Для советского читателя в целом и для ценителя поэзии в частности словосочетание «синий пастернак» в пояснении не нуждалось. И хотя «синим» был голландский том первого издания доктора Жвага, но кто его тогда видел? «Синим» был прежде всего том в большой серии библиотеки поэта 65-го года. Долгожданный, желанный и скандальный. Многие книжники могут рассказать об этой книге собственную историю. Сегодня мой собеседник Вадим Гершевич Перельмутр – поэт, писатель, эссеист, публикатор литературного наследия забытых авторов 20-го века. Не только, впрочем, 20-го. Перельмутр пишет о тех, кем переболел как читатель, кого внимательно и вдумчиво читал долгие годы, за чьими книгами охотился как книжник. Рассказы книжников вообще сродни рассказам охотничьим. Сегодня с Вадимом Гершевичем мы беседуем о «Синем Пастернаке». Где-то году в 70-м мне подарили «Синий том» большой серии «Пастернака». Причем подарили тоже довольно забавно. У меня тогда была такая приятельница, дочка большого генерала, заместителя начальника Главпура. Он был также большой книжный любитель. У него замечательные всякие книги стояли на полке. Я увидел у них эту книгу и сказал «Очень хочу». И она мне говорит «У тебя когда день рождения?» Я говорю «Через месяц». Она говорит «Приходи, я тебе подарю». И вот она мне подарила этот «Синий том». Я вообще не мог с ним расстаться, хвастался всем напропалую. И где-то через недельку после этого я был в очередной раз в гостях у Льва Адольфовича Озерова, поэта нашего профессора в Литинститутского. Я еще тогда учился. И мы с ним подружились. Он мне очень много, очень много чего для меня сделал. Может, я еще об этом когда-нибудь расскажу. И я похвастался, что вот у меня есть синий пастернак. Льва Адольфович так глянул на меня, очки немножко спустил. Говорит «У меня тоже, говорит, он есть». И, значит, снял с полки и дает мне в руки книжный блок без обложки. Картоном схваченный, так сказать, плотно перешитый. И на нем, я так приоткрыл титул, значит, пастернак. А на картонке, на этой самой форзесной, дата стоит 26 мая 1965 год. И какие-то неразборчивые каракули, несколько штук, 7, наверное, подписей таких этих самых. Он мне говорит, вот у этой книжки есть такая замечательная история. И рассказал мне ее. Я ее чуть позже записал. Потом, когда, в общем, что-то писал об Озерове, вкратце ее рассказал. Ну, естественно, Озеров приехал в конце мая 1965 года в Ленинград. Ну, чудовищно жаркая такая весна. И обещалось лето. Лето вообще такое было, было горящее все. Так вы представляете себе Ленинград. Конец мая с температурой, так, градусов 28-30. Значит, с этой влажностью, там, со всеми делами. Город полупустой. Он, значит, зашел в издательство, советский писатель. Пустое издательство, значит, сидит там, мается сотрудник. Какие-то, значит, там девочки с чашкой чая ходят. Вот. Он, значит, зашел, говорит, как у нас Пастернак. А он был составителем этого тома. И ему сотрудник говорит, ну, вот что, готова, вот уже вот вторая сверка. Готова книжка. Ну, сейчас, в общем, бессмысленно ей заниматься. Лето. Книг все равно никто не покупает. Возерк говорит, не, давайте все-таки займемся. Говорит, ну, говорит, я вот займусь. Он говорит, ну, хорошо, в общем, цензуры даже некому. У нас даже курьеров нет, цензуры некому повезти. Возерк говорит, ну, позвоните. Может быть, они согласятся со мной встретиться. Значит, он позвонил в главлит. Говорит, и, значит, вешает трубку, говорит, ну, они вас ждут. Значит, сунул в портфель эти папки. Поехал туда, там опять, там тоже мается. Один сидит, молодой человек. Говорит, чем порадуете? Говорит, вот, говорит, привез вам Пастернака. Ой, говорит, Пастернак, мой любимый поэт. Он говорит, ну, как долго это все может быть? Он говорит, Лев Адольфович, говорит, пойдите где-нибудь там кофе попейте. Я полистаю. Ну, что, книжка, говорит, прошла все возможные рогатки. Говорит, все, там ничего, ничего там такого нет уже. Вот, я, говорит, полистаю. Говорит, через часок приходите. Возрев зашел. Молодой человек ему дает со штампом главлита эти самые папки. Вон их портфель в издательство. Говорит, ну, что дальше? Ну, говорит, дальше, говорит, пусть лежит. Говорит, лето, лето, никого нет. Он говорит, а есть кому подписать в печати? Он говорит, да, есть, говорит, замглавного. Ну, говорит, может, в типографию? Говорит, ну, я позвоню. Звонит при нем в типографию. Значит, переговорил. Говорит, начальник сказал, что вроде у него сегодня ночная смена такая полупустая. Ну, в общем, сами договаривайтесь. Будет метромпаж. Если хотите, езжайте сами договаривайтесь. Он не против. Да, только, говорит, вам надо будет там и с рабочими договориться. Как-нибудь, так сказать. Потому что, ну, работа, в общем, такая, ночная. Ну, озеро все понял. Я, говорит, загрузил несколько бутылок водки. Значит, забежал в этот самый, в Елисеевский, какую-то там закуску. Какая-то сумка нашлась. Он говорит, я, тяжело груженный, приезжая в эту типографию, встречает улыбающийся, значит, довольно молодой метромпаж. Говорит, посидите, давайте чайку попьем. Сейчас рабочие придут, поговорим. Ну, скорее всего, согласятся. Ну, приходит там несколько рабочих. Смена. Мигом согласились. Увидели, значит, что там расставлено на столе, разложено. Мигом согласились. Засуетились, что-то начали делать. Уже вечер. Ночная смена, там где-то темно уже. А, ну, белые ночи, да? Вот. То есть, светло, но ночь. И озеро, говорит, я, говорит, сначала ходил, смотрел, как они, значит, там лихо это все пропускают через машину, там чего-то, ну, это делают. А потом они мне говорят, ну, что, говорит, вы маетесь, отвели его в какой-то кабинет, подремлите здесь. Да он лег и заснул. Заснул, будет его, 7 часов утра, будет, говорит, все готово. Значит, и протягивают ему этот блок. А он говорит, а что без обложки-то? Он говорит, а у нас переплетный цех ночью закрыт, опечатан. Так что, если хотите, мы завтра переплетем, вечерком вам дадим. Он говорит, нет, нет, я, говорит, ждать до завтра не могу. Вы, говорит, мне можете расписаться? И они поставили там дату 26 мая 1965 года. И расписались эти самые рабочие, которые, значит, там делали. Но озеро, говорит, я с ними пригубил. И, значит, вышел в 8 утра с типографией, с этой книжкой. И отправился пешком к себе в Европейскую. И на подходе к Европейской вдруг на пустой совершенно улице встречает Галича. И говорит, поздоровались. Говорит, Александр Галич, а знаете, что у меня здесь? Достает эту самую книжку, протягивает Галичу. Галич ее открыл, как-то замер. Поднес ее так к лицу, понюхал краску эту свежую типографскую. Говорит, ну, Лев Адафьевич, надо выпить по такому поводу за Бориса Леонидовича. Ну, они зашли в гостиницу, как раз открылся буфет. Он говорит, мы там сели, выпили по рюмке коньяку, кофе и расстались. А ночью он уезжал в Вильнюс. И как-то побоялся за портфель. Говорит, старший вдруг ночью спать буду, сунул под подушку эту книжку. И, говорит, несколько раз ночью просыпался, руку сувал под подушку. Не приснилось ли? Ну, говорит, ничего, довез. Вот. И там вот эта дата стоит 26 мая, а в конце книжки стоит дата подписания в печать. 25 мая 1965 года. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Синий пастернак». Мой собеседник, поэт, писатель, эссеист и публикатор Вадим Перельмутр. Ну, в общем, книжка вышла. Причем Озеров мне говорит, что... Ведь книжка готовилась. Он так с самого начала еще с Федоровым он общался по этому поводу, который эту серию, в общем-то, вел с Орловым. И он говорит, книжка делалась, ну, как бы в ожидании в 64-м году, после снятия Хрущева, эта книжка делалась, как бы, в ожидании второй оттепели. Вот. Но книжка вышла в августе, она уже разошлась. А в сентябре арестовали автора предисловия Андрея Донатовича Синявского. И процесс Синявского и Даниэля, который состоялся в начале 66-го года, он, в общем, показал, что оттепели ждали напрасно. И автор предисловия к Пастернаку Андрей Донатович Синявский отправился в мордовский лагерь ровно за то, за что травили Пастернака, за печатание за границей. Вот такая история. Причем я Синявскому эту историю рассказал много лет спустя, в 93-м году, в Париже. Рассказал эту историю, он ее не знал. И он вообще книжку эту увидел только в мордовском лагере, когда, значит, Марья Васильевна Розанова приехала к нему на свидание и, значит, привезла ему, показала этого Пастернака. Очень порадовала она его этим зрелищем. Ну вот. А как раз вот примерно в ту пору процесса Синявского и Даниэля, ну, зимой, значит, это был январь-февраль, я тогда некоторое время работал в литературном отделе Московского комсомольца. И так получилось, что у нас там шел процесс, и по всем газетам разослали пропуск на заседание. Причем там было условие, что один человек дважды не ходит. Вот, видимо, они тогда боялись того, что и произошло, когда возникла эта стенограмма процесса. Видимо, боялись, что журналисты в этом примут участие. У меня заболел заведующий отделом, и, значит, пропуск был свободен на отделы. Я на одном из этих заседаний был. Мы когда-то с Марией Васильевной даже обсуждали, на каком из них. Я только поступил в литературный институт, мне было 22 года. Я не очень к этому всему был готов. Вообще в суде был, слава богу, по-моему, всего два раза. Потом, правда, мы это дело обсуждали, потому что я потом, в том же году и годом позже, я работал в журнале «Декоративное искусство СССР». Кстати говоря, там тоже кое-что было связано с Синявским. Я не знаю, вспоминал, кто-то писал об этом. Дело в том, что лагерные тексты Синявского, в этом журнале работала Ирина Уварова, будущая жена Даниэля, и Розанова там публиковала за своей подписью, публиковала некоторые тексты, которые ей присылал Андрей Донатович из лагеря. Кажется, сама Мария Васильевна рассказывала о том, что это совершенно невероятный опыт, когда сидит человек в лагере, а публикуется в советском официальном журнале. Я просто не знаю, где она рассказывала, мне это не попадалось, но я просто это знал, потому что там у меня были два замечательных коллеги, там работал Юрий Герчук и Леонид Нежлер. Ну, Нежлер, как вы знаете, имел некоторые отношения потом к Бахтинской стенограмме, а Герчук просто дружил с Синявскими очень близко, и есть довольно много фотографий, где они всей компанией там где-то собираются и так далее. И мы об этом говорили, и поэтому мое впечатление дополнено вот этими разговорами. Надо сказать, что я был, в общем-то, ошеломлен, ошеломлен тем, что как-то прокурор, судья, они как бы не слышали ничего, что им говорили. Понятно, да? Ну, конечно, да. То есть, вот диалога не возникало. Для меня там свежие впечатления, я же не знал, я там не читал еще, так сказать, ни Абрама Терца, ни Оржака, но, кстати говоря, благодаря этому прочитал, я стал это искать и довольно быстро нашел. Вот, кстати говоря, у Герчук мне дал читать в большом количестве это дело. Вот этот разговор на разных языках, понимаете? Вот человек говорит, ему отвечают, ну, диалога нет. И вот это вот впечатление оттуда осталось, потому что я... Сейчас мне трудно, ну, прошло довольно много лет, мне трудно вспомнить детали, но вот это ощущение осталось. И я, когда я это все говорил Марье Васильевне, она говорит, что у нее было ровно такое впечатление, что идет разговор глухого с немым. Ну, вот, пожалуй, так. А физиогномически вы кого-нибудь в зале знали, узнали? Кто были эти люди рядом с вами? Нет. Ну, кое-кого из журналистов я там видел, которых знал. Нет, нет, никого не знал. А сейчас, когда вы смотрите на вот эту известную фотографию, снятую как бы из-за скамьи подсудимых, и немножечко виден зал, там вот Розанова угадывается, а дальше какие-то смутно знакомые лица. А вам они узнаются? Я боюсь, что просто поздние впечатления наслаиваются, потому что у меня было, когда я познакомился у Марьи Васильевны с Гламштоком, вот, у меня было четкое впечатление, что я его там видел. И он вроде бы подтвердил, что он был на этом заседании тоже. Но я боюсь, что это много лет очень прошло. Я просто боюсь, что я придумал. А подсудимых вы запомнили тогда? Да, конечно, конечно. А что вы думали тогда, красивые 22-летние, о них? Ну, у меня была уже тогда, в общем, приличная компания, потому что я тогда уже дружил с Аркадием Штейнбергом, там у меня было некоторое количество лагерников, таких довольно близких знакомых, поэтому мне хотелось это все почитать. Ну, какая-то лапша в этом была во всем, понимаете? Они как раз, не знаю, какое-то осталось ощущение, что вот очень наэлектризованный зал и очень спокойная скамья подсудимых. Вот это да, это оттуда. А когда вы ушли после заседания, были ли у вас такие короткие доверительные друзья, которым можно было об этом рассказать, о впечатлении? Ну как, у меня был замечательный товарищ московский комсомольца Саша Аронов, мы много лет с ним дружили, и он был как раз на предыдущем заседании. Мы вообще там потом в Курилке собрали впечатление, потому что у нас на всех заседаниях кто-то из наших был. Так что мы практически этот самый процесс, еще до всякой стенограммы, мы его просто восстановили в разговорах. Там мы, конечно, все обсуждали, а Саша как раз мне дал Любимов. Вот эта первая вещь как раз от Аронова я получил, а он ее, по-моему, от Межерова. Саша как раз Аронов мне дал первого терца. Так что мы там все собрали очень даже благополучно. Как-то тогда редакция там была лихая. Так прямо скажу, и вон все были на стороне подсудимых. Какой кошмар! Скажите, Вадим Георгиевич, а вам не пришлось какую-то, так сказать, свою собственную контрибуцию внести в белую книгу под редакцией Гинзбурга? Нет, нет. А она сама попалась вам в руки когда, белая книга? Я не очень помню. Она ко мне попала тоже, по-моему, от Аронова и Вадика Черняка. Мы жили еще там с риских времен, к тому времени. У меня была хорошая компания, потому что там они... Ближайший их круг был Леонид Жуховицкий, известный вам Александр Янов, которого они даже приводили ко мне в гости на Тверской бульвар. Так что я довольно быстро добрался до всех самоздатов. Но белая книга... Нет, она мне довольно поздно попала. Просто сейчас не помню. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Синий Пастернак». Мой собеседник, поэт, писатель, эссеист и публикатор Вадим Перельмутр. Давайте вернемся к «Пастернаку», причем к до «Синему» периоду. Когда начался ваш роман за Борисом Леонидовичем? Сейчас я скажу довольно точно, потому что я начал собирать библиотеку, но вот я в 16 лет остался без отца, пошел работать, и мама сразу мне... Ну, я был книжный мальчик, и она мне сразу сказала, что собираешь библиотеку, вот половина зарплаты, которую ты получаешь, она твоя, можешь делать с ней что хочешь. И я тогда быстро обзавелся большим количеством всяких знакомых девушек в букинистических магазинах. Так началась библиотека, и я стал собирать поэзию, и как раз это легло на Пастернаковский весь этот грохот, который тогда стоял, это, значит, какой-нибудь 59-60-й год. Я тогда еще был в студии Чтецов, такой был домик культурного дорожника, вот трех вокзалов. Там тоже были, ребята, много прошедших родителей, и мы в 59-м году... Вот я вам сейчас точно скажу, когда начался этот роман. Мы в 59-м году, как раз в разгар всего этого шума, воспользовался тем, что заболел наш руководитель, не мог пострадать, мы устроили вечер поэзии Пастернаков, в самый разгар этих самых событий. Я рассказывал как-то, как раз, по-моему, на вашей даже радиостанции, когда были пастернаковские торжества об этой истории. Мы устроили такой вечер. Первое отделение, это был ранний Пастернак, тогда уже у меня были почти все его книги. А во втором отделении мы читали только стихи из романа. И такую рукописную афишку, потом я ее искал в этом самом музее, в Пастернакове не нашли. Мы отвезли в Переделкино, и наш, так сказать, старший из наших ребят, я был там самый младший в этой студии, я как раз читал там, в долину, там два стихотворения во втором отделении. Вот. И мы отвезли эту афишу в Переделкино, и я тогда вот видел, единственный раз, так сказать, в живее, видел Бориса Леонидовича, мы все остались в калитке, а наш этот самый малый Виктор пошел к нему туда, и он вышел его проводить на крыльцо, и так нам помахал рукой. Вот это у меня такое самое раннее литературное воспоминание. Вадим Игоревич, сколько угодно ходят истории о том, как гуляла машинопись, сам издат, а то и там издат доктора Живаго в те годы, еще при Пастернаке, или сразу после его кончины. Что вам вспоминается? Насколько все-таки роман был прочитан обществом? Мне трудно судить об обществе. Мне было 17 лет, когда он умер. Еще не было. А, вот еще, кстати говоря, любопытная вещь в связи с Синявским и Даниэлем. Дело в том, что вот этот самый синий том неожиданно так довольно сильно сработал, потому что, если вы наверняка знаете все материалы, эти два имени столкнулись, потому что фотография в 65-м году снова обошла, вот когда был процесс, все издания мировые обошла фотография с похорон Пастернака, когда выносят гроб из дома на крыльцо, и гроб несут, первые два человека, которые его несут, это Синявский и Даниэль. Да-да, это всеми обсмеяно и приветствовано. Дело в том, что эта книжка наложилась еще, так сказать, на это дело, когда вот в 60-м, когда вышла книга, и тут же еще снова срослись эти два имени. Понимаете? Так что это все тоже по историю книги. Ну, позвольте вернуться к моему вопросу все-таки о распространении, но хотя бы в вашем кругу. Кто читал? Сколько людей читала доктора Живога? Ну, у меня был круг довольно узкий. Да много кто читал. Дело в том, что когда, наконец, это все издалось и встало у меня на полку, я выяснил, что мне пересчитывать это не надо. Был этот самый карманный фильтринелевский, так сказать, томик, который... Ну, карманный не фильтринелевский. Карманный, это Борис Филиппов, да. Это выдуманное парижское издательство, да, это Филиппов. Да-да-да. Вот, вот этот крохотный, этот самый томик, как раз его, я уж не помню, кто его приволок к Штейнбергу, и он пошел по кругу. И я его получил там на два дня. Очередь была большая. Но из тех, кто таким же образом это получил, я могу, так сказать, точно могу назвать... Сейчас просто я их не всех помню. Точно могу назвать Ассараепель. Мы с ним совпали, он, так сказать, был в очереди за мной. Вот, и я, конечно, читал это день и ночь с этим крохотным шрифтом. И вот много лет спустя, когда я взялся это перечитывать, выяснилось, что меня перечитывать не надо. Вот, видимо, вот то шальное чтение, оно какое-то намертво, так сказать, вложилось в память. Она гуляла, стояла большая очередь этих людей. Просто сейчас не вспомню. Очень много прошло лет. Ну, вот, что Ассар был следующий за мной, у Штейнберга, это я точно помню. Мы с ним это обсуждали. Стоит ли сегодня у вас на полке в Мюнхене синий пастернак? Конечно, вот он у меня, он у меня даже лежит вот сейчас на столике, естественно. Это тот самый экземпляр, подаренный дочкой главного Пура? Тот самый, с полки, с полки генерала Шелябина, так сказать. Ах, она все-таки папенькин подарила? Да, да, да. Какая ей газа? Вот тот самый Том, вот он, я его достал, мне просто надо было какие-то вещи проверить. Вот я проверил дату подписания в печать, там, в общем, всякие такие штуки. Скажите, как книжник, как библиофил, вот в 65-м году, после того, как Синявский пострадал, и книжка была формально все-таки запрещена, насколько она имела хождение? Насколько было ее трудно достать реально на черном рынке? Ее достать было не трудно, только очень дорого. Она была из самых дорогих книг, она была дороже эмигрантских изданий. Рубли и сто? Я не помню, но дорого. Дорого даже для, в общем... До меня доходило, но уже в легенде, цифра 75. Но это все-таки мои сведения 74-го года, 75-го. Они могли быть неверны, все-таки аберрация какая-то за 10 лет могла произойти. Ну, дорого, дорого. Она была из самых дорогих книг. Потому что купить я ее не мог. Синий пастернак. И на этом мы заканчиваем беседу с поэтом, писателем, эссеистом и публикатором Вадимом Перельмутером. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Считаете ли вы Россию свободной страной? В стране, где сажают за репосты, у меня свободы слова, хотя она прописана в конституции. Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора. В кавычках, если то да. Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется. Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна. Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя. Так, ты интернет, ты вот это куда ни пойди. Ну, что хоть и говори. Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным. На мой взгляд. Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать. Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.